Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала наверняка помнят вот этот рецепт новогодний язык. Там получилось не все как планировалось, но у того рецепта, кроме того, что сам по себе язык получился достаточно вкусный, может быть, не такого презентабельного вида, как мне хотелось. Так вот, у того рецепта был еще очень классный плюс. Один из вас, Михаил, оставил под рецептом комментарий. Посмотрите сами, рецепт, который вы сейчас видите, чрезвычайно простой. Если у меня в результате этой несложной процедуры, и он еще и чистится, будет замечательно, я имею ввиду язык, то, значит, получается, у меня появился еще один способ использования вот этой вот приблуды. Значит, не так уж и зря я деньги на нее тратил. Хотя, конечно, не зря. Я ее и в хвост, и в гриву, этот циркуляционный насос для сувида использую. При приготовлении ветчин, сосисок, сарделек, колбасок, то есть для тех изделий, в которых поверхность сосиски, сардельки, ветчины не должна быть такой яркой, красной, темной, какая требуется, например, ну, какую хочется получить у колбаски какой-нибудь сервелатного типа. Короче, вот у меня язык, и он уже засолился. Я процессом засола занимался трое суток назад. Он у меня весит один килограмм. Отвесил я 7 граммов поваренной соли, отвесил 10 граммов нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,5-0,6 процента. Взял черного перца, чайную ложку, лавровый лист. Дальше все просто. Натер язык со всех сторон этой смесью солей. Ну да, смесью солей будем считать. После чего разбил черный перец в ступке, чтобы он больше отдавал аромата, добавил к языку, добавил лавровый лист, убрал в вакуум-пакет и запечатал его в вакууматор. Так, кстати, представляете, в незапамятные времена, ну, многие из вас это дело помнят, кто давно на канале, я купил вот этот самый вакууматор наебы. Он мне проработал буквально 10 дней, наверное, может, 2 недели и помер. То есть не загоралась ни одна лампочка, никак он не реагировал ни на какие нажатия, не включался. Я был вынужден в результате поехать в магазин, купить другой вакууматор, с ним тоже было сегодня, слава богу, это вы помните, наверное. А по поводу этого написал продавцу в Германию. Продавец попросил выслать мне его обратно, даже прислал код какой-то, чтобы бесплатно отправлять по почте. Но я замотался, забыл про него. Вот. А тут недавно разбирал свои завалы в полуподвале, на нашем поддоме, и смотрю, лежит у меня невыброшенный. Думаю, что валяется, надо выбросить его. Время уже прошло, отправлять поздно продавцу. Для очистки совести, думаю, дай включу его в розетку. Вот, может быть, хотя бы провод от него торву, в конце концов, будет у меня провод с вилочкой использоваться. Включил, он заработал, представляете? Так что у меня теперь 2 вакууматора работающих. Короче, язык вот такой запакованный пролежал в таком вот виде в холодильнике трое суток. И вот теперь я отправлю его вариться. Это у меня гастроемкость. Может, было бы и кастрюлю поменьше взять, но здесь у меня крышка уже вырезана под сувит, под сувит стик, и испарение будет поменьше. Вариться языку всю ночь при температуре 76 градусов. Все, завелась машина. На сегодня у меня процесс съемки завершен, так что встретимся с вами завтра. И снова всем привет! Я бы даже сказал, доброе утро, но утро у меня началось почти 5 часов назад. Сегодня 8 утра, я закончил варку этого языка, вытащил его сюда наружу и оставил остывать. И уехал по делам. Сейчас он на часах уже практически час, уже второй пошел, так что пора его чистить. Вот, струю холодной воды. Слушайте, чистится и очень неплохо чистится. Радует прям. Методика работает. Ну и что вы думаете? Стоит его подкоптить. Знаете, давайте я кусочек отрежу, попробую, а после этого приму решение. Вот такой вот язычок. Ммм, пахнет вареным мясом, насыщенно пахнет перцем, немного лавровым листом. Ммм. Слушайте, обалденный язык получился, просто прекрасный. Так перец чувствуется, так. Ой, класс. Его, наверное, даже и коптить не стоит. Но нет, я все-таки попробую подкоптить, просто для того, чтобы сравнить, что получилось. Но хочу сказать, вот такой способ варки языков, да и, наверное, в принципе, любого мяса, хоть длительное, при 76 градусах, позволяет получить достаточно плотное мясо. При этом оно... Оно мягкое, но не разваливается на кусочки, не расползается. То есть вот такое мясо очень классно использовать для разных там мясных салатов майонезных. Ну, для того же самого оливье, к примеру, советского. Ой, класс. Но, все-таки хочу попробовать подкоптить. Чтобы это было просто сделать, ее надо повесить. Сейчас возьму шпагатик свой и обвяжу. Не представляю, как это сделать удобнее. Давайте сделаем стандартную удавочку. Сделаю вот такую штучку. Сделаю вот такую штучку. Вязывальщик из меня, конечно, тот еще. Обратите внимание, насколько хорошо сварен язык, насколько он мягкий. Видите, шпагат его разрезал. Ну, будем считать, что вот этого достаточно. Ну вот. И в таком месте ее и подвешу. Мясо полежит здесь. Я сейчас на улице раскочегарю угли для своей коптильни. А когда разгорятся, тогда уже и вас туда приглашу. Оставайтесь с нами. 22 января. Температура сейчас плюс 20 градусов, плюс 21. Да, к вечеру, часам к 5, к 6 она упадет там до 12, может быть до 11, может даже до 8. Но днем с 10 до 5 часов вечера у нас практически лето московское. Так, угли у меня раскочегарились. Коптить я буду горячим дымом. Но не по стандартной схеме горячего копчения. То есть, когда горячим дымом, температура горячего дыма, теплотой мы доводим кусок до высокой температуры. То есть, до 69, до 70 градусов. Нет, просто при копчении горячим дымом дым лучше садится, цвет лучше садится на мясо. Поэтому коптить буду быстро, небольшим количеством дыма, но горячим. Так, поехали. Высыпаем раскочегаренные гольки. Сразу выложу жменью щипы. Вот так, наверное, хватит. Это у меня пекан. Пекант, орех такой. Видите, они уже начали гореть даже. Так, накрываю этой конструкцией. Не обязательно именно в этой коптильне, в такой коптильник коптить. Можно любую брать. Так, здесь у меня внизу стоит чаша с водой, которая отсекает лишний жар от коптящегося продукта. Подвешу. И накрою. Все. И в таком вот режиме я ставлю примерно на полчаса, наверное. Снизу поддувало открытые, сверху открытые. Температура поднимется, наверное, сначала градусов до 90-100. Потом быстро присядет до порядка, наверное, 85-90 градусов. И все, процесс пойдет. Но пробовать это мясо, уже копченое, я буду только завтра. Потому что после того, как процесс копчения закончится, я его сначала оставлю отвисаться, наверное, в холодильнике, потому что все-таки тепло. А на ночь при плюс 10-12 оставлю просто на воздухе. Для того, чтобы излишне резкий запах копчения ушел. Для того, чтобы коптильные вещества и ароматы немножко прошли внутрь языка. Ну, для того, чтобы, в принципе, вкус выровнялся. Еще важный момент. Язык, пока я ждал, пока раскачигарится угли, успел сверху подсохнуть. Мокрые продукты в коптильную камеру отправлять ни в коем случае не надо. Любая влага, прям вот влага на продуктах в камере копчения, совершенно однозначно ухудшает процесс. Я вот скрипя зубами, оставляю там чашу с водой. Она не кипит, потому что воды много, нагревается. По-хорошему, наверное, надо туда какой-нибудь песок, что ли, насыпать. Опять же, чтобы было меньше влаги. Потому что, если пар в камере копчения появляется вместе с дымом, то на продукте, который вы коптите, появляются потеки некрасивые. Это и вредно, ну и некрасиво просто. Ладно, встретимся теперь уже за моментом поедания этого замечательного языка. Оставайтесь с нами. Итак, в долгожданный момент начинается проба этого замечательного языка. Правда, вы видите, какой он получился темный в результате копчения за полчаса. Много дыма достаточно было. И, конечно, жена мне сказала, что ты его испортил. Она не любит сильно копченые вещи. Я люблю копченые, но не сильно копченые. Но, как мне кажется, вам это понравится. Видите, какой-нибудь темный насыщенный цвет. Давайте смотреть, что там внутри получилось. После того, как он у меня прокоптился, потом провисел, проветриваясь, еще в течение, наверное, 6 часов или 7, после чего я его запечатал в пленку и убрал в холодильник, для того, чтобы вкусы выровнялись по всему объему языка. Это мало, конечно, ночь. Нужно, чтобы хотя бы сутки, а лучше двое пролежало. Но хочется попробовать, что же там внутри. Давайте я располосую вот так. Ну, вот так вот. Какое чудо. Ароматы. Аромат. Мясо вареного. Присутствует легкий намек в сторону ветчины, но он именно очень легкий. И при этом есть запах копчености. Он чуть-чуть сильнее, чем мне хотелось бы. Да. Ну, в принципе, очень неплохо. Что касается вкуса. Это классная нарезка. Огромное спасибо Михаилу. Михаил, палец вверх. Огромное спасибо за рецепт. Я, наверное, не раз и не два буду готовить языки таким макаром для использования его в таком классическом советском оливье. Ну, просто класс. Чудо. Просто чудо. Песня. И наверняка я по вот этой методе, длительной в течение ночи варка мяса при температуре 76, попробую и другие виды мяса приготовить. Потому что интересно, что получится. Короче, смело могу рекомендовать этот рецепт к приготовлению. Тем более, что и чистится он, как вы видите, очень легко. Огромное вам спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. Огромное спасибо спонсору Самури за предоставленные ножи и за спонсорскую поддержку. Вам за компанию. Еще разочек спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok